Здравствуйте, ребята, меня зовут Богатейший Ди, добро пожаловать в новое видео. Сегодня готовил большой обзор, но когда увидел вот это, то, что ты сейчас видишь у себя на экране, я понял, что медлить нельзя. Поэтому сегодня темой видео будет исключительно цена биткоина, ведь ситуация, в которой мы сейчас находимся, практически решающая. Но ты узнаешь, когда досмотришь это видео до конца, но прежде я бы хотел, чтобы ты поставил лайк под этим видео. Для меня это большая мотивация снимать видео, а для канала большой толчок к росту, ведь чем больше лайков, тем больше алгоритм замечает мои видео. Итак, давай сначала очень быстро пройдемся по нашим моделям, о которых мы уже не раз говорили. Мы говорили о трех ситуациях на этом графике, в которых цена биткоина вела себя практически одинаково. Вот первая, вторая и третья. Три ситуации, которые привели к одному и тому же сценарию. После роста мы видели вот это нисходящее движение, которое нашло свою поддержку на золотом сечении Фибоначчи. Я обозначил его вот этими зелеными горизонтальными линиями. Видишь, после падения цена биткоина отскочила именно от этого золотого сечения. После отскока мы снова наблюдали падение биткоина. Оно нашло свою поддержку на вот этом желтом боксе, то есть на высоте локального хая, который был перед этим. Абсолютно то же самое мы наблюдаем прямо сейчас. Мы видели вот этот рост, который перешел вот это падающее движение. Оно нашло свою поддержку на чем? На золотом сечении Фибоначчи, которое я также обозначил этими двумя зелеными линиями. После того, как мы нащупали эту поддержку на золотом сечении Фибоначчи, мы видели вот этот рост. После этого роста мы видим откат, который нащупал свою поддержку именно на этом желтом боксе, который является ничем иным, как диапазон уровня вот этого локального хая перед этим. Абсолютно такая же картина, как и здесь. Также давай вспомним про эти линии CPR. Мы говорили о том, что на растущих рынках они служат в качестве поддержки на коррекциях цены биткоина. Как вот здесь, вот здесь, вот здесь и здесь и так дальше. На падающих же рынках они служат сопротивлением на отскоках цены вверх. Как вот здесь, например, или вот здесь. То следующее появится немного выше предыдущих, ведь мы находимся в растущем тренде. Именно до этих линий, после закрытия этого месяца ниже этой линии, цена биткоина и может вернуться. Формируя абсолютно новый тренд. Так было на прошлом растущем рынке. Смотри, вот эти линии по CPR. Они служили в качестве поддержки. На растущем рынке цена биткоина, корректируясь, находила поддержку именно на этих линиях CPR. Каждый раз. До тех пор, пока не пробила их вниз. С тех пор цена биткоина воспринимала их уже как сопротивление. И сейчас мы снова их пробили. Теперь цена биткоина воспринимает их как поддержку. Поэтому, если этот месяц закроется ниже этой линии, следующие линии CPR будут немножко выше предыдущих. Но цена биткоина все равно останется в растущем тренде. Как ты видишь, мы уже анализировали этот график на предмет линии CPR. И мы говорили о том, что в скором времени появятся новые линии CPR, до которых цена биткоина и будет стремиться на коррекциях. Что же произошло? А произошло то, что эти линии CPR уже появились. Вот они. И как ты видишь, на коррекции цена биткоина достигала именно их. Кроме этого, у нас уже появились новые цели по CPR. Три штуки. Вот первая, вторая и третья. И как мы видим, на росте цена биткоина уже достигла первой цели и уже оттолкнулась от нее вниз. Точно так же, как это было в предыдущие разы. Вот, например, вот здесь, на росте цена биткоина достигла первой цели по CPR и отскочила от нее вниз. Есть два сценария прямо сейчас. Если эта новая первая цель по CPR окажется поддержкой, то цена биткоина будет стремиться ко второй цели по CPR. Это около 58200 долларов. Если же нам не удастся превратить вот эту первую цель по CPR в поддержку, то мы можем откатиться вплоть до вот этих вот линий CPR, которые на растущем рынке, напомню, являются сильнейшей поддержкой. Но даже если цена биткоина упадет до самой нижней линии CPR, это 43900 долларов, мы все равно будем находиться в растущем тренде. И это потенциальное падение не будет означать окончание бычьего рынка. Теперь давай вспомним про эту фигуру расширяющегося дна, о которой мы еще говорили тогда, когда цена биткоина была вот здесь. Мы говорили о том, что целью движения цены биткоина является высота этой фигуры. Вот эта высота, как раз таки до 56500 долларов. И мы видим, что цена биткоина постепенно после вот этого прорыва двигается к этой цели. Теперь давай вспомним про рыночные фазы, о которых мы тоже говорили. Есть 4 фазы. Первая фаза это фаза накопления, затем вторая это растущая фаза, третья фаза это распределение и четвертая фаза это падение. Четвертая фаза переходит в первую и все повторяется опять. Как мы видим, сейчас мы находимся во второй растущей фазе. И она будет продолжаться до тех пор, пока эта линия поддержки остается поддержкой. А она остается поддержкой. Так что мы все еще в растущем тренде. Что ж, мы по-быстрому пробежались по нашим моделям, а теперь я хочу поговорить о том, что мы можем увидеть дальше. На 4-х часовом графике мы видим, что цена биткоина постоянно рисует вот эти треугольники, из которых цена биткоина постоянно вырывается вверх. Это произошло вот здесь, вот здесь и это происходит прямо сейчас вот здесь. И снова мы видим, как цена биткоина оттолкнулась от первой цели по CPR вот здесь. Прямо идеально. Посмотри, насколько идеально. Индикатор CPR один из немногих, который показывает нам не то, что произошло задним числом, а то, что может произойти с большой долей вероятности на краткосроке. Мы видим, что и сейчас цена биткоина идеально отскочила от первой цели CPR около 52 750 долларов. Вопрос, увидим мы ли сейчас вот этот откат до вот этих линий CPR, которые на растущем тренде являются сильнейшими линиями поддержки. Ведь в прошлом мы можем найти немало таких примеров. Вот один из них в мае 2020. У нас был вот этот растущий тренд, который достиг первой цели по CPR вот здесь и оттолкнулся от нее вниз. Где он нашел свою поддержку как раз таки на вот этих трех линиях CPR, которые на растущем тренде являются сильнейшими линиями поддержки. После чего продолжился рост. За вторым примером далеко ходить не нужно. Вот он. Мы также видели здесь растущий тренд, который двигался к первой цели по CPR. И он таки достиг ее и оттолкнулся от нее вниз, где и нашел поддержку на этих трех линиях CPR. Такое не должно обязательно повториться снова в нашем случае. Но в большинстве случаев цена действительно действовала именно так. После того, как цена находит поддержку на этих трех линиях CPR, мы видим продолжение роста, если до этого мы находились в растущем тренде. Что я хочу сказать, что после вот этого роста, точно так же, как в примерах, которые мы только что рассматривали, цена биткоина нашла свое сопротивление именно на первой линии CPR вот здесь. Но так же мы видим на уровне 50500 долларов очень сильную линию сопротивления в прошлом. И сейчас она может стать линией поддержки. Видишь, вот здесь она была сопротивлением. А сейчас она должна стать поддержкой для того, чтобы мы увидели продолжение роста вплоть до второй цели по CPR вот здесь. Если же этого не произойдет, мы можем увидеть вот этот провал до вот этих линий внизу вот здесь. Кроме этого, на четырехчасовом графике биткоина мы видим вот этот растущий канал, где нижняя граница служит поддержкой, а верхняя сопротивлением. Внутри канала мы также видим вот этот трендлайн, который обозначил синий штрих пунктирной линией. Почему она тоже важна? Потому что во многих случаях в этом канале она служит в качестве поддержки. Вот здесь, вот здесь, здесь. Но кроме этого, она служит и сопротивлением. Например, вот здесь или вот здесь. И как мы видим сейчас, эта свеча биткоина показывает нам, что эта линия снова становится сопротивлением. В случае падения целью является нижняя граница этого канала. В случае же роста целью является вторая цель по CPR вот здесь. Какие же условия для достижения этой второй цели по CPR? Первое, это закрепление выше вот этого синего трендлайна. Цена биткоина должна вернуться выше него. И второе условие, это закрепление выше первой цели по CPR. В таком случае мы можем рассчитывать на продолжение роста вплоть до второй цели по CPR. Это чуть более 58 тысяч долларов. В случае, если эти условия не будут соблюдены, нас может ожидать продолжение падения вплоть до этой нижней линии. Это что касается краткосрочных движений. Но это не столь важно. На самом деле, меня как долгосрочного холдера, который держит биток уже почти 4 года, эти краткосрочные движения мало волнуют. Зато меня очень интересует вот этот график. Сейчас мы попробуем с тобой разобраться, что это такое. Я хочу показать тебе более долгосрочный, но все равно самый важный график из всех. Это очень важно. И это должен видеть каждый биткоин-холдер. Ведь именно от этого и зависит, закончится ли это все огромным параболическим ростом или нет. Кроме этого, это очень-очень интересно. Итак, это логарифмический недельный график биткоина. Вот эта белая линия вот здесь, которую ты видишь, это коррекционный уровень 0.5 по Фибоначчи. И он определенно играет ключевую роль на протяжении практически всей истории биткоина. В прошлом он являлся очень сильными линиями либо сопротивления, либо поддержки. Каждый раз, когда медвежий рынок пытался превращаться в растущий, именно эта линия превращалась в сильную линию сопротивления. Вот здесь, например. Или вот здесь. И вот здесь тоже. И вот здесь. Мы видим очень множество примеров. И вот здесь, в 2017 году. Самые свежие примеры, это, конечно же, 2018 год вот здесь. Также 2019 вот здесь. И 2021 вот здесь. Мы видим, что это очень важная линия сопротивления, когда медвежий рынок превращается в растущий. И прямо сейчас мы на протяжении 5 недель подряд пытаемся пробить этот уровень. И как мы видим, сейчас цена биткоина, вот она, находится выше этой линии. Впервые с мая 2021. Если эта свеча, недельная свеча, закроется выше этой линии, если эта линия сопротивления превратится в линию поддержки, следующее движение цены биткоина будет направлено в сторону вот этой линии. На данный момент это около 64 536 долларов. Именно на этой отметке вот здесь и будет находиться следующее сопротивление для биткоина. В случае, если вот эта линия превратится в линию поддержки, а мы уже выше нее, впервые с мая. Но это еще не все. То, что ты сейчас увидишь, это просто что-то невероятное. Как мы видим, цена биткоина находится в одном огромном канале, где нижней границей этого канала является вот эта линия, а верхняя граница вот эта. Это очень важные границы. Мы видим, что растущие циклы биткоина всегда достигали пика на верхней границе этого канала. Вот в 2011 году, в 2013 году и в 2017 году. При этом в растущем цикле 2013 года был еще один пик вот здесь. И окончательный пик уже на верхней границе этого канала. При этом прошу тебя заметить, что параболический рост вот этот начался после того, как цена биткоина преодолела вот эту среднюю линию, о которой мы только что говорили. Как только цена биткоина закрылась выше этой линии, начался взрывной и неостановимый рост биткоина. Настолько быстрый, что никто, кто ожидал падения, не успел зайти в эту ракету. А если и успел, то уже практически на самом пике. Вот приблизительно так многие люди потеряют свои деньги на этом грядущем росте. Посмотри на то, какой это был рост. Огромные недельные свечи прыгали до тех пор, пока цена биткоина не достигла верхней границы этого канала. И вот почему, ребята, сейчас так важно закрыться выше этой линии. Ведь как только мы это сделаем, мы можем увидеть вот этот параболический рост прямо до верхней границы этого канала. Это больше 100 тысяч долларов, ребята. Больше 100 тысяч долларов. Вот какой важный момент происходит прямо сейчас. Прямо на наших глазах. Это решающий момент для биткоина. Кстати, медвежьи рынки, как ты можешь заметить, находили свое дно на нижней границе этого канала. Видишь? Кроме вот этого момента, когда мы провалились ниже. Но это из-за коронавируса. Поэтому для статистики я этот момент учитывать не буду. На этом все, ребята. Это было быстрое обновление по биткоину. Не совсем... На этом все, ребята. Это было быстрое обновление по биткоину. Не совсем такое видео я планировал сегодня выложить. Но что получилось, то и получилось. Надеюсь на твою поддержку лайком. Для меня это всегда очень-очень приятно. Для тебя всего лишь секунда времени. Также подписывайся на канал. Телеграм, ссылка на который в описании под видео. Делись видео с друзьями. Комментируй обязательно. До скорого.